Александр Цибульский посетил комплексные центры социального обслуживания. На базе центра работают пять отделений, отвечающих за помощь пожилым людям, детям, инвалидам, гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такая помощь оказывается на дому в условиях полустационара или стационара. Во время визита глава региона осмотрел оборудование, пообщался с постояльцами дневного отделения, а также встретился с коллективом. Ежедневная забота о пожилом человеке – сходить за продуктами, помочь по хозяйству, доставить медикаменты, оплатить жилищно-коммунальные услуги, работа с участковым врачом, ложиться на плечи социального работника. На сегодняшний день 95 жителей округа получают эти услуги в комплексном центре социального обслуживания. На территории города и посёлка Искателей обслуживается 46 граждан уважаемого возраста, ещё 49 – на селе. Восемь у нас социальных работников на селе, потому что норматив на одного социального работника – шесть обслуживаемых граждан, и пять человек у нас социальных работников в городе. Норма – девять обслуживаемых на одного социального работника. Комплексный центр социального обслуживания оказывает и оздоровительные услуги. На базе центра за 18 дней пожилые люди могут получить полноценное санаторно-курортное лечение. У нас есть лицензия на осуществление медицинской деятельности, поэтому по назначению врачей процедуры, которые не противопоказаны, постинсультников у нас очень много, инвалидов, социальная реабилитация, да, и абилитация, мы бы назвали так, потому что здесь одинокие, очень многие уже пожилые граждане находят себе друзей. И в перерывах между получением процедур оздоровительных музеев, вот сейчас они были в соляной пещере, бассейн посещают, в общем-то в туркомплекс выезжают. Гордость комплексного центра социального обслуживания – гидромассажная ванна. Она предназначена для реабилитации людей. Какие-то разные есть варианты массажа или всегда примерно один? Нет, там идет тот же самый классический массаж, да, только в воде. Там просто напряжение по 70 давлений, там разные давления от полутора до ребенка и возраста пожилых людей. Кроме этого, в комплексном центре есть и отделение дневного пребывания полустационарного типа. Здесь могут получить поддержку жителей округа, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. За прошедший год таким правом воспользовались 433 человека. Всего отделением оказывается более 40 тысяч различных социальных услуг в год. Это различные вводные процедуры, занятия с пенсионерами и детьми. Для детей в 2014 году был оборудован полноценный автокласс. Здесь идет обучение более тщательное. Правилам дорожного движения. В первую очередь нуждаются дети-инвалиды, потому что у них немножко замедленная реакция. Поэтому здесь коррекционная школа постоянно присутствует, где дети с ограниченными возможностями здоровья. Ну и такой прям полноценный тренажер, да? Да. И, конечно, детские сады к нам. Также для детей оборудована комната отдыха с сухим бассейном, а также различные кружки для развития мелкой моторики. Здесь ребят учат создавать настоящие шедевры из ткани, бисера и других материалов. Это же мне подарок? Да. Ой, спасибо. Ты сам сделал? Да. Красота какая. Да. Я себе поставлю в кабинете и буду надеяться, что он принесет нам всем удачу. Да? Да. Спасибо тебе большое. Завершился визит в актовом зале комплексного центра, где Александр Цибульский пообщался с коллективом и ответил на интересующие их вопросы. К слову, вопросов было немного. Один из них касался сокращения штата работников КЦСО. Глава региона заверил собравшихся, что никаких сокращений не будет. Очень приятные впечатления, потому что я не первый год езжу по регионам и бывал в подобного рода заведениях. И не всегда на самом деле ты выходишь из таких мест с таким теплым ощущением. Иногда ты выходишь и понимаешь, что какая-то тяжесть внутри, потому что есть ощущение, что те люди, которые действительно нуждаются в нашей поддержке, помощи и тепле, его на самом деле не получают, исходя из тех условий, в которых им приходится пребывать. У вас абсолютно обратная, как мне кажется, ситуация. Но я не говорю про вас, которые действительно искренне, как мне кажется, этим делом занимаются, а по-другому, наверное, таким вопросом заниматься невозможно. В планах на этот год дооборудовать две комнаты для граждан в алкогольном опьянении, а также установить пост охраны. Деньги на это уже заложены в бюджет округа.